Фала, галера! Так, кажется, говорят бразильские мэтры, когда начинают записывать какое-то видео. Всем привет! Выходные выдались очень активными, и это можно видеть по моему лицу. За океаном близнецы Роттала пытались обижать взрослых байкбелтов. Гордон Райан выскочил по правилам больной. Наши атлеты в Италии насобирали медали на Евроконтиненталь Про. В Сибири появился новый черный пояс, а сибирский барс отметил свое 15-летие. И при всем этом мы готовимся морально и физически к предстоящим ивентам, которые запланированы на текущий март месяц. Об этом короткий выпуск новостей по итогам уикенда. По моему лицу можно видеть, насколько сложно даются ночные слежки за заокеанскими событиями в Америке и утренние выезды на соревнования по джиу-джитсу за пределами Московской кольцевой автодороги. По приглашению Евгения Коротких, проспав в два часа между финишем Гордона Райана и стартом каршеринга до Апрелевки, мы рванули на ювелейный турнир Сибирский барс Оупен. Не, ну сам турнир проводился впервые, но приврочен он был к 15-летнему ювелею клуба и команды Сибирский барс. Мы очень любим джиу-джитсу. Прям вот до судорог. Но когда есть выбор, лишний час сна или лишний час посмотреть на детское джиу-джитсу, мы делаем выбор в пользу сна. Вперед! Если я отдам тебе 100 рублей, Джимми Разматься выиграет Абсолютку. 100 рублей, конечно, давай, но я не знаю, как эти два факта связаны. Ты будешь судить Абсолютку? Да. Если я отдам тебе 200 рублей, вот прямо вот сейчас даю 500, а не торгуемся. Две шкатулки или приз? Приз, конечно. Приз, конечно. Евгений, мы поздравляем вас с 15-летием. А есть какая-то дата, прям 15 лет, дата основания? Сегодня? 1 марта. Прямо вот именно 1 марта? Прямо 1 марта 2005 года. Вот ровно так. А с чего начинался Кибирский барс? Что случилось 1 марта 2005 года? Случилось очень просто. Группа единомышленников, я и еще 6 человек, решили просто побороться. Забрались в одно место, арендовали зал буквально на один раз. И понравилось, с этого все началось. Я приехал в Москву, если кроме шуток, и 3 года я не тренировался. Я в 2002 году из Новосибирска приехал. И 3 года такого было застой, решили все-таки пора восстанавливаться, пора начинать заниматься спортом. Пришлось 5-6 человек, и через 2 месяца у меня уже было 2 группы. А сейчас нас полторы тысячи человек. Сколько филиалов у Сибирска барсу? 17 в Москве, в Московской области и в Твери 2. Они сегодня все были здесь представлены? Да, всем. Турнир обравдал свои ожидания по количеству человек, по масштабности, по количеству зрителей, даже не участников? Ну, Фоку 10 лет, вот где мы сейчас находимся, Фоку Мелодия. И человек, который занимается культурно-массовыми мероприятиями, Александр Дзюкский, сказал, что по количеству людей, зрителей и участников, это первое такое масштабное мероприятие. А здесь мероприятия проходят почти каждый выходной. И художественная гимнастика, и мини-футбол, и баскетбол, и волейбол, и прочее. Поэтому касательно зрителей, массовости турнира, 670 человек, я очень доволен. Дети, это все прекрасно, потому что они имеют на это право. Ну, к тому же сегодня первый день весны, прощенное воскресенье. Я у всех, кстати, прошу прощения, кого обидел, вольный или не вольный. И касательно того, что оправдал или нет, более чем. Я надеюсь, что этот турнир будет традиционным, будем проводить его раз там в полгода. И будем рады всех видеть. Спасибо всем за то, что пришли. И надеюсь, новые люди к нам будут приходить и приходить. Итак, сегодня, как заметил Евгений Коротких, прощенное воскресенье. И первый день весны, простите прощения. И любите друг друга. Турнир AGP Евроконтиненталь прошел в Риме в эти выходные. То ли коронавирус, то ли прибытие ребят из России напугали некоторое количество ранее заявленных спортсменов, которые почему-то не приехали, нам доподлинно неизвестно. Но в итоге были нарушены изначальные планы организаторов, были переформированы сетки, люди перебрасывались из одной весовой категории в другую, а иногда даже из категории пурпурных поясов в категорию черных. Как итог, у российской сборной 19 золотых, 15 серебряных и 5 бронзовых медалей. И не все они в своих родных весовых категориях. Погнали дальше. Уже 7 марта, то есть в следующие выходные, накануне женского полового международного дня, пройдет Битва Поколений. Турнир, который по сути возник стихийно. Из одной маленькой идеи суперсхватки Михаила Панкова против Михаила Соловьева развилось целое событие, в итоге которого на татаме выступят друг против друга две команды, условно две команды. Команда нового поколения против команды стариков. На данный момент назначено порядка 12-13 суперсхваток. Да, турнир пройдет в формате суперсхваток, в каждой из которых разница в возрасте между соревнующимися атлетами составит от 10 до 25 лет. Надо сказать, что это серьезный вызов. И в первую очередь это серьезный вызов для взрослых, уже авторитетных атлетов. Ведь каждый из них уже имеет в своем запасе определенное количество титулов, медалей, а также учеников. Молодым, понятное дело, терять нечего, и все они рвутся в бой. Кстати, по количеству заявок, именно претендентов в команду молодых было, ну, наверное, в два раза больше, чем желающих отстоять команду олдов. Предварительно карт мероприятия выглядит следующим образом. Самков Оликпер, Котельников Петров, Хроменков Блюн, Корнопольцев Гончаренко, Барзунов Пивоваров, Васев Касумов, Вахлеев Чепик, Римша Мизин, Свилин против Мансура Газолапова, Салмин против Суворова, Соловьев против Панкова. Почему-то влез сюда Чехов против Беды. Не то чтобы разница в возрасте у этих парней составляла 10 и более лет, просто, очевидно, побороться им очень охота. Есть еще пару схваток, пока не подтвержденные. Следите за анонсами. Так, 7 марта всех жду схватка этих поколений. Всех жду, обязательно покажу хорошую борьбу. Всем ОС, всем ЧУС. А ты знаешь, кто твой соперник? Да. А, Иван, Иван вроде, пурпурный поиск какой-то. В любом случае, будьте готовы. 7 марта состоится Битва Поколений. Следите внимательно за лентой, об этом еще будет масса постов. А вот следующая новость я обязательно должен зачитать, поскольку никто не скажет лучше, чем автор оригинала. Итак. 29 февраля. В Новосибирске прошла конференция школ Грейси Бара России. В ней приняли участие руководители школ и представители Грейси Бара из Новосибирска, Томска, Москвы, Красноярска, Омска. Открыл конференцию Панкратов ОА. В своем докладе он рассказал об истории возникновения Грейси Бара в Новосибирске, о перспективах развития БЖЖ в сибирском регионе. С докладом выступили руководители школ Грейси Бара из Томска и Москвы, Соколов АВ и Севко С. Они рассказали о развитии школ в своих городах. Андре Нунос, международный инструктор ассорциации Грейси Бара, дал оценку работы региональной школы и поделился опытом, накопленным в ассоциации по эффективному развитию бразильского джиу-джитсу. Он отметил, что приоритетным в настоящее время является девиз Грейси Бара «Джиу-джитсу для всех», позволяющий людям в любом возрасте, с любыми физическими данными, приобщиться к занятиям. Это позволило Грейси Бара открыть более 900 школ по всему миру и извинять лидирующие позиции как в численности занимающихся, так и в соревновательной деятельности, занимая лидирующие позиции в рейтинге IBGF по результатам выступлений на европейских и мировых турнирах. В заключении Андре Нунос вручил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу от Грейси Бара Панкратову ОА и поздравил его с новой степени. И мы поздравляем Панкратова ОА и весь сибирский регион с новым черным поясом. Сразу два события запланированы на векенд 28-29 марта. Это Magas Open, как раз-таки 28-29 марта, который пройдет на заране от организации IBGJ и Moscow International Pro от AGP, который пройдет в Москве. Magas Open – это второй турнир в сезоне организации IBGJ, в текущем сезоне организации IBGJ. Пройдет, как я уже говорил, в Назране и в первую очередь наверняка соберет большое количество представителей региона Северного Кавказа. А там, как мы знаем, достаточно много сильных атлетов, которые не всегда и не на каждый турнир могут себе позволить выбираться в одну или другую столицу нашей огромной Родины. Опять же, ссылка на регистрацию будет в тексте к этому посту. И турнир Moscow International Pro от AGP. AGP, по сути, одна из самых популярных международных бажирофедераций в России. Поспорить с ней по популярности может только ACB. И этому есть объяснение. Хорошая организация, хороший знакомый зал и вполне себе приемлемый износ по сравнению с другой мировой федерацией. Итак, 28 марта. Москва. Возможно, впервые, если я не ошибаюсь, этот турнир, скорее всего, предполагает быть самым массовым турниром из чемпионатов этой серии. Количество регистраций медленно, но верно растет и приближается к тысяче участников во всех весовых и возрастных дивизионах. Мы, со своей стороны, очень надеемся, что на этом турнире соберется достаточное количество элитных поясов. Коричневых и черных. Ну, очень мы любим смотреть схватки в элитных дивизионах. Пока на турнире зарегистрировано всего два черных пояса. Евгений Лапченков и Шамсудин Магомедов в разных весовых и даже в разных возрастных дивизионах. Но еще не вечер. До турнира еще почти месяц. А в России, как известно, русский атлет медленно запрягает, но быстро едет. В общем, как обычно, самая пиковая волна регистрации произойдет, по нашим предположениям, в последнюю неделю, а то и в последние дни до закрытия. Здесь можно было бы рассказать еще о разных новостях, сплетнях, слухах. Здесь можно было бы еще рассказать о ряде новостей, сплетен и слухах, которыми полнится БЖСообщество. Но надо просто успеть смонтировать это видео к запланированному сроку его выпуска в эфир ленты БЖФрикс. В общем, следите за лентой БЖФрикс, там будет много интересного, там всегда много интересного. И вы никогда не пропустите ни одно событие, действительно заслуживающее вашего внимания. Всем пока, осы и все такое.